Музыка 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 Молодцы! НДС! Молодцы! НДС! Молодцы! Правду народу! НДС! Правду! Требуем правды! Здравствуйте! Вы сегодня пришли поддержать... Вы скажите, почему вы сегодня пришли? Сегодня мы пришли под этим лозунгом. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас? Люди всего Юго-Востока! Поднимитесь, братья! Поднимитесь, славяне! Это наш шанс! Наши деды-герои! Поднимитесь за своих предков! Поднимитесь ради будущего поколения! Люди, помните! Мы на русской земле! Прошу вас всех помнить! Мы братья! Ура! Ура, славяне! Ура! Ура, Севастополь! Пожалуйста, передайте, чтобы не вмешивалась СМИ! Америка, Германия, Польша! Пусть заткнут свои рты и разбираются в своей стране! Пусть они не лезут в страну нашу! Гестапо, незахваченная власть нас не спросила! Делали все, что хотели! Нас держали, как мышей! Но мы встали, и мы победим! И мы непобедимы! Мы едины! Мы непобедимы! Мы едины! Мы непобедимы! Мы едины! Мы непобедимы! Ура! Только ваша программа включена у меня! Ника! Это ЭС герои наши! Спасибо! 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 Юго-Восток, слава! Для того, чтобы поддержать жителей Юго-Востока, Юго-Востока Украины, которые точно так же, как и мы, 23 числа, начинают свою борьбу за право жить так, как им хочется. Это нормально. Мы показали пример для всех, каким должен быть мирный протест. Мы не скрываем своих лиц, мы не ходим с палками, потому что Севастополь – это культурный город, это наша родина. Севастополь всегда был и будет примером! Дорогие соотечественники, поздравляю вас с тем, что ваша мечта сбывается! Я хочу сказать, что сегодня в России нет такого города, нет такой области, нет такого человека, кроме совсем уж не помнящего родства, который бы не переживал вместе с вами, который бы не хотел быть рядом с вами. И вся Россия сегодня, если бы она могла, она бы оказалась на этой площади. Россия! 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 Мы гордимся вами, мы гордимся, что за столько лет пребывания на Украине вы не утратили этой любви к России. Вы продолжаете оставаться настоящими русскими людьми, вне зависимости от того, русские вы по национальности, украинцы или еще кто-то. Вы все наши любимые, родные люди, и мы вас никогда не просим. Россия! 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 Здравствует город-герой Севастополь! Ура! Хочу порадовать всех. Меня чуть-чуть подразгрузили. Создан штаб Севастопольской обороны, который находится по адресу Советская, 65. Значит, там есть уже руководитель, есть различные направления по революционной части, создаются отряды, которые дежурят в районах, создаются отряды, которые дежурят на блокпостах. Меня назначили командиром гвардии, функцией которой будут ходить охрана нашей администрации, встреча делегаций и сохранение общественного порядка на этой площади. Сегодня после митингов, в 2 часа возле вечного огня, будем проводить отбор в гвардию. Только молодые ребята, возрастом до 35 лет, 40 максимум, если физически подготовленные, будут отбираться в гвардию. То есть пока за месяц никаких серьезных происшествий в нашем городе не было. Только были единичные провокации. Ну вот два дня назад просто один идиот бегал, кричал. То есть все в нашем городе спокойно. Спасибо всем группам, которые проявили инициативу, самоорганизовались. Это наш славянский щит, группа русского блока, национально-освободительное движение. Сейчас вся координация проходит через штаб. То есть в Советской 65 на палатке размещены телефоны горячей линии, туда просьба обращаться. Русь едина и неделима. Я хочу сказать следующее. Вчера было принято решение Крымским парламентом о проведении Крымского референдума. Я же считаю, наши товарищи считают, что Крымский референдум надо проводить не 25 мая, когда будут избирать президента, а уже сейчас, в течение месяца. Крымский парламент должен быть крутым. И депутаты, которые там находятся, должны принимать жесткие решения. Мы должны сейчас и быстрыми шагами двигаться к тому, чтобы с нашим мнением считались во всем мире. Правильно, друзья? Мы члены Севастопольской городского объединения Союза ветеранов Афганистана, прошедшие войну, понимаем всю остроту сложившейся обстановки в Украине. Считаем своим долгом сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Мы поддерживаем деятельность Координационного совета города Севастополя и выступаем за решение всех вопросов только правовым, мирным путем. Мы против нацизма и фашизма, и национализма. Мы требуем решения вопроса русского языка, решения вопроса о статусе города Севастополя. Мы все являемся жителями города Севастополя, и мы вместе с жителями Севастополя готовы стоять на защите нашего города. Мы поддерживаем создание народных дружин и уже активно участвуем в охране правопорядка в городе Севастополь. От себя могу сказать, мы готовы поддержать знамя победы, которую несли гордо ветераны Великой Отечественной войны. Враг пойдет, фашизм не пройдет. С победой вас! Юга-Восток, вставай! Юга-Восток, мы с вами! Юга-Восток, мы с вами! История жила и будет жить. А чтоб беспамятством заполнить душу, вам надо будет всю страну разрушить и поколение манкуртов взрастить. Кипит национальная вражда. Хоть в лету канула советская эпоха, так почему ж теперь живется плохо? Где ваши достижения, господа? Пустая украинская казна. Неужто в этом вновь повинен Ленин? Спецназ вчера поставлен на колени. И это европейская страна. Виновен трудовой юго-восток. Лишь потому, что русскоговорящий, неважно даже то, что он кормящий, взведен сегодня на него курок. Язык наш русский будет жить в веках. Подарок, братцы, забывать негоже. И даже автомат у вас в руках. Хочу напомнить, он ведь русский тоже. Дорогие друзья, мы, жители Севастопольца, обращаемся к вам буквально с таким заявлением. Мы одна страна. Мы хотим просто показать, для чего мы здесь стоим все. Мы стоим против фашизма, чтобы не прошел фашизм. И у нас, у простых людей, есть предложение. Для Львова. Услышьте нас, львовяне. Услышьте нас, Ивано-Франковск. Услышьте Харьков. Услышьте Донецк. Давайте в какой-то день сделайте такие повязки. И проведем в каждом городе, покажем, что мы нормальные, простые люди, что мы против фашизма. Это позволит нам объединиться, раз, и прекратить вот эти инсинуации, которые нас оболивают грязью. Нам говорят про вас плохое. Вам говорят про нас. Мы объясняем от Севастополя. Нас интересуют всего три вещи. Нас интересует язык, мы хотим говорить на своем языке. Не заставляйте, вы 20 лет пытаетесь из нас сделать украинцев. Я не буду украинцем, я русский человек. Но я гражданин Украины. Это первое требование. Второе наше требование. У нас есть своя история. Достойная и славная история. И в свете тех постановлений, которые принимает Верховная Рада о борьбе с советским прошлым, что снести вот эти памятники все, уничтожить этот город, этого не будет. Я не прихожу во Львов и не рассказываю, кому поклоняться. Я с уважением отношусь к вашему выбору. И третий. Мы единственный город, который подбирался дискриминации. Мы не выбирали своего мэра. Мы не могли избрать свою власть. Нам все время приглашали чушаков. То со Львова, то с Донецка, то еще откуда-то. Мы хотим и требуем, чтобы наш мэр был нашим человеком. И власть была наша. Вот и все. Я вам озвучил все требования. Мы не террористы. Мы не сепаратисты. Мы просто за свой народ, за свой город. И мы против фашизма. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Давайте это сделаем все вместе. Чтобы политики не смогли нас поссорить. Им это выгодно. Давайте мы простые люди возьмемся и покажем, за что мы стоим. За что вы на Майдане стояли. За что мы здесь стоим. Мы же стоим не за власть. Давайте, дорогие друзья. Я сегодня хотел обратиться к женскому населению и детскому населению Севастополя. Товарищи, в феврале 1917 года в Петербурге женщины повисили на штыках солдат. Не стреляйте в наших мужей. Солдаты дрогнули. И монархия, которая существовала тысячелетиями, столетиями, пала. Обращаюсь к женщинам и детям Севастополя. Дети и женщины Севастополя, родственники тех, которые служат в армии и флоте вооруженных сил Украины. Обнимите крепче своих мужей и отцов. Убедите, нельзя поднимать оружие на гражданское население. А еще лучше, пусть они сливаются в единое целое с российским армией и флотом для борьбы с фашизмом. Фашизм падет, товарищи женщины, если вы поступите так. Все силы на борьбу с фашизмом!